Как сохранить, как запомнить самые лучшие, самые светлые моменты жизни? Снять фото или видео, постараться зафиксировать каждую деталь. В общем-то, варианты у каждого свои. Да, но для художника, для человека творческого способ один – это отразить свои чувства на холсте. Мария Исаенок, в этом очень откровенно. Вы убедитесь сами, ее выставка «Света София. Життя» открылась в художественной галерее «Артхаус», расположена в главном атриуме столичного торгово-развлекательного центра «Данна Мол». Впрочем, прямо сейчас она расскажет нам обо всем сама. Доброе утро, Иван. Во-первых, я вас поздравляю с выставкой, которая уже неделю работает. В ваших работах много теплых тонов, понятных сюжетов. Какие основные темы затрагиваются в живописи? Семья – это свет, это золотой свет. Я всегда очень любила, когда свет, он такой вот бегающий, когда он неровный. Ваша работа есть во многих музеях в Беларуси, России, Китае, частных коллекциях в странах Западной Европы, США. Легко ли вам расставаться со своими работами? Иногда легко, иногда не очень. Есть небольшие работки, которые я писала, может быть, 10-20 лет назад, которые, они приросли ко мне, и с ними очень хочется расставаться. Они свои, я их писала с натуры. Уже нет тех, может быть, людей, с которых я писала, нет тех чувств, они уже другие. И поэтому, да, иногда очень сложно. Если мы говорим про живопись современную, какая сейчас живопись, на ваш взгляд, востребована в обществе, и какие тенденции в белорусской живописи сейчас можно проследить? Мне кажется, что живопись, ну, вот должна вся востребована быть. В моем понятии, что сейчас, может быть, люди хотят более чего-то натурального, с натуры, какие-то пейзажи хотят. Вот я посмотрела, что там наметили мои работы на закупку, я посмотрела все пейзажи. А на тюрьму, может, и не хотят. Ну, и напоследок, наверное, не такой небольшой меркантильный вопрос. Кто обычно покупает ваши картины? Часто мы просто не знаем, кто покупает. Иногда у нас есть люди, которые регулярно к нам приходят. В смысле, я имею в виду меня и Николая Исаенка. Тот, кто приходит к Николаю, Исаенку не покупает у меня. Очень удивительно. Тот, кто приходит ко мне, не хочет Исаенка. Потому что вроде мы оба люди, которые, ну, такие вот, живопись натурная, ничего сложного в ней нет. Но... Марьяна, еще один вопрос, который у меня возник. Каково это выставляться в торговом центре? Потому что галерея артхауса находится именно в торговом центре. Я считаю, замечательно. Очень замечательно. Потому что вот сама я, когда я иду мимо галереи, иногда я даже не захожу. Но я вижу, вот, это то, это это. Понимаете, душа радуется. Это стекляшка, где эта живопись видна. Спасибо вам большое. Творческого вдохновения вам. И ждем новых выставок. Спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо. Что же, я благодарю, и мы благодарим Марию Исаенок за прекрасную беседу. И у нас маленький сюрприз. Прямо сейчас вы сможете отправиться на выставку Марии Исаенок, не вставая с вашего дивана. Марию Исаенок знают далеко за пределами родной Беларуси. Ее картины, помимо Национального художественного музея, в фондах Международной конфедерации Союза художников в Москве, в музее китайского города Чуньцин, а еще в частных коллекциях в дюжине стран Западной Европы, Соединенных Штатах, Израиле. Искусствоведы отмечают высокие ноты лиризма и нежности в ее творчестве. И неудивительно, что картины мастера не оставляют зрителя равнодушным. Каждый замечает в них что-то свое, важное и светлое. На открытие выставки художники, друзья и почитатели творчества Марии Исаенок. Выставка называется «Светософия життя». Необычное слово в названии цепляет, и зрители пытаются сходу разгадать загадку. Не спешите, присмотритесь к картинам, прочувствуйте. Многое станет понятнее. Свет – основа бытия. Отражение света в наших душах окрыляет и вдохновляет. А название, которое Марии Исаенок дала своей новой выставке – это симбиоз света и философии. Это ощущение жизни, в котором важнейшее место занимают самые светлые, теплые воспоминания. Моя выставка о жизни, о мире, о семье. Я всегда очень любила, когда солнце, когда есть много цветов, когда есть круглый стол. Я очень любила всегда круглый стол. Образ, который собирает семью, который собирает друзей. Светософия – это философия света. И придумала его не я, это придумала Татьяна Гаранская, искусствовед, которая много писала обо мне. Это ее ноу-хау. И я решила, что оно как раз очень подходит для моей выставки. Для нее нет дилеммы, что значит быть на светлой стороне бытия. Просто уметь любить людей, страну, жизнь, свое прошлое и свое будущее. В картинах Марии Исаенок любовь живет, она реально и ощутима. Наполненные светом работы отражают то, что душе художника по-настоящему дорого. Представленные работы написаны в разное время. Светософия – это жизненная установка художника. Жизнь настолько полна яркими моментами, впечатлениями. И в ней столько всего прекрасного, что человек в своей суете порой не замечает вот этого. Выставка нас обращает, именно обращает к тем моментам, моментам детства. К каким-то вещам, которые нам близки, дороги нашему сердцу. И заставляет нас во всей этой обыденности увидеть в каждом ее моменте что-то сокровенное. Поэтому мне кажется, что вот именно работы Марии Ивановны Исаенок, они наполнены вот тем светлом, той душевной теплотой, которая говорит зрителю о том, что жизни нужно ценить каждый момент. Познакомиться с работами художника и заглянуть в мир света и глубокой женственности можно до 5 февраля. Галерея «Артхаус» в торгово-развлекательном центре «Дана Мола» работает ежедневно с 10 утра и до 10 вечера. Можно просто смотреть, а можно и приобрести картину себе. Алексей Кряквин, ОНТ.